А модели из Ниновинска, наверное, в детстве очень любили играть в куклы Барби. Меняли наряды, устраивали различные показы и игра перешла в реальность. Девчонки привезли 9 медалей с международного конкурса. Проходил он в Москве. В конкурсе участвовало около трех сотен моделей из регионов России и стран СНГ. По итогам соревнований девушки из Нивиномыска привезли на родину 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль, победив в разных возрастных категориях. Все медалистки занимаются в городском театре моды. Чем удивили жюри, они сейчас нам и расскажут. Вы только посмотрите, какие красотки у нас в гостях. Всем привет, всем здравствуйте. Представлю с удовольствием участницы юной модельки Маргарита Мирослава Лана Кристина Ольга и руководитель Ольга Хавшабова. Девчонки, поздравляю вас с победой, во-первых. Спасибо. Эмоции еще остались. Делитесь эмоциями. Насколько для вас престижно было поучаствовать в таком мероприятии? Для меня это было очень престижно, так как выехать с Нивиномыска в Москву это такой высокий уровень, очень много впечатлений, эмоций. Московские конкурсы это вообще очень престижно. И тем более нам из маленького городка выиграть такие медали, это очень здорово. И это очень большой опыт. А расскажите, что делали. Ну понятно, дефиле, да, модели. Мне кажется, у всех ассоциируется с длинными ногами дефиле и так далее. Вот как надо было представить? Может быть, в каких-то образах что? Ну, первым делом, конечно, мы сначала были на репетициях, мы очень долго репетировали. У нас было три выхода. Первый выход... Рукотворное чудо. Рукотворное чудо. Мы были в белой одежде и представляли украшения. Дизайнерские. Дизайнерские, ручной работы. Второй выход у нас был авангард. Это из необычных материалов, наряд. И третий выход – скиттлс. Это яркие наряды, очень необычные. И все это было с хореографическими движениями. Но получается только дефиле, либо еще какие-то конкурсы были? Расскажите, пожалуйста. Ну, кроме выходов и показов в нарядах, которые мы дома готовили, дизайнерами являются сами девочки, их родители. То есть помогают, да. Действительно, уровень очень высокий. На этот конкурс мы ездим уже 12-й год. И с года в год мы привозим медали. Ну, единично. Но в этом году вот вообще, да? Да, да. Пять золотых медалей. Конечно, это были эмоции, это были слезы. Особенно у родителей. Конечно, наш город очень радовался этой победой, что было символично именно 9 мая. Награждали нам. И вот наш город в День Победы патриотично, символично. Мы прославили свой город Невиномыс. Привезли 9 медалей. Из них, конечно, вот первое место это. Ну, то есть в каждой возрастной категории мы забрали первые места, оставив Москву позади. Вот. И самое сложное направленное, Оля сказала, репетиции, выходы. Кроме этого были мастер-классы, где проверялось не только навыки дефилет, театральное искусство, актерское мастерство, но мастер-классы, как они разговаривают, речь. Потому что в жюри всегда присутствуют известные люди в мире моды, известные люди в мире кино, актеры, режиссеры. Поэтому кто-то смотрит, может быть, пригласят в фильм, в сериал, в детский. Потому что уже такое было. У нас модель, которая выиграла этот конкурс, принимала участие в съемках фильма Юлия Лисовская. То есть она... Ее заметили на показе? Да, да. Это же все-таки Москва. Очень много снимается детских передач, фильмов. Ну, в общем, большое такое поле действия для именно занятий детям актерским мастерством, театром. То есть не обязательно, что ты модель, и все, ты ровно и должна стоять, ровно ходить. Нет, они тренировались и с элементами хореографии были выходы. То есть смотрели на их актерское мастерство, на то, как они умеют держаться на сцене. То есть это не голый был показ. Вот мод, то есть проходка и все. То есть обязательно нужно быть на сцене актрисой. Потому что у меня, кроме модельного агентства, еще детский театр мод и взрослый театр мод. И 15 коллекций одежды, которые мы постоянно показываем на наших концертах, на конкурсах ездим. То есть соревнуемся еще и как театр мод, кроме модели. Ну, то есть я думаю, что это расширяет кругозор у девчонок. То есть учит организованность, учит какому-то труду кропотливому. Даже пускай не только внешне ухаживать за собой, но и уже разбираться в одежде, разбираться в костюмах, в нарядах. В общем, я думаю, что это интересно. Ну, к коллекции мы еще вернемся. А девчонки, передайте микрофоны малышкам. Привет! Вы впервые участвуете в таком конкурсе? Нет. Нет, не впервые. Вот в Москве не впервые? Нет, в Москве не впервые. Уже были, да? Да. А это твоя первая корона? Нет, у меня много. У меня даже шкаф уже заполнен коронами. И медальками, да, наверное? Ну, да. Ну, да. А у тебя? У меня тоже. Тоже. Девчонки, а вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, что в вашей, ну, хоть вы и маленькие, но я скажу, в работе, в такой работе модельной, самое главное? Ну, самое главное, получать всякие призы, ходить модно. Хорошо. Подходи ко мне. Можно я вот возьму твой прекрасный диплом? Вот такой классный диплом. Подходи ко мне. Слушай, ну вот, буквально, покажи нам... Ну, тут немного, студия небольшая. Как нужно, хотите, я подержу микрофон. Хочу я подержу микрофон. Делай, Мирочка, с позировочками голову. Как правильно. Точечка, остановочка, повернулась, пронзительный взгляд, улыбочка. Шаг право-лево, и красиво ушла. Молодец. Умничка. Молодец. Держи. Это твое. Это тебя в Москве выдали? Да. Очень красиво. Подходи ближе. А давно занимаетесь, девчонки, в Москве? И ее старшая сестра, да, 18 лет, Ангелина, она первая пришла, потом средняя сестра занималась. И вот Мира, то есть у них уже семейный тандем, они уже третье поколение, поэтому Мира сказала, я выиграю все медали больше, чем у вас, у сестер будет, и медали, и корон. Вот, поэтому... Очень интересно. Вернемся к коллекциям. Девчонки, вы крутые вообще, мы малышки, красивые, и так держать. Вы тоже участвуете в создании различных, скажем так, невиномысских брендов, могу же сказать? То есть что-то свое. Театральное. Театральное, да, какие-то... Какие самые интересные... Девчонки, возвращаем микрофоны, давайте. Дайте взрослых, помогите. Своим коллегам. Какие самые интересные вещи, самые интересные коллекции вы изготавливали, либо в которых вы участвовали? Ну, в Москве, из нашего театрального агентства, девочка выступала, она делала... Ее мама делала костюм из тарелочек пластмассовых, красных. Хвост. Это был поддол, да, хвост. Потом... Очень удобно, мне кажется. Очень экономно. Посуду мыть не надо. Вот Маргарита выступала у нас в дисковом платье. Это были ломаные диски и тоже юбка из целых дисков. И я делала себе юбку из патина, но это, в принципе, не так необычно. Но делала сама, большая юбка у меня и атласные цветы. Сама делала. Сама делала. Мы шили платье с шлейфом и заказывали на голову цветок, очень большой. Как шлейф. Он действительно огромный был, где-то в диаметре сантиметров 30. Нет, он был не тяжелый, где-то он, наверное, был сделан из фоамирана, поэтому было достаточно легко все. Попрошу передать микрофон. Ты у нас самая молчаливая, но корона у тебя самая красивая. Скажи, пожалуйста, в дальнейшем ты тоже хочешь как-то связать свою судьбу с модельным бизнесом? Ну, вот так вот, если по корону шуму, Ставропольский край, ну, не особо, мне кажется, развит. Вот именно в этой сфере. То есть это выезжать за предел, ну, город Невиномыск, да простите меня, город Невиномыск, скорее всего, тоже. Вот для будущего, для какой-то реализации своих. Я думаю, что да, потому что мне нравится этим заниматься. Я люблю сцену, и мне это очень нравится. А как ты думаешь, что в модели самое главное? Ноги или ум? Ум и уверенность в себе. А если ноги кривые? Можно исправить. Да, походкой, правильная постановка позиции ног. А можно скажу немножечко плюсом, что наш город известен за пределами уже России. У нас есть супермодель мирового уровня Ангелина Перцхалава. Она работает в Нью-Йорк, Париж, Милан. То есть это модель, моя ученица, и я горжусь ей, и она прославляет наш город. Она говорит, что она отсюда, из глубинки, из Ставропольского края. И все обложки, последние обложки Мэри Клэр и Космополитен, она на обложках. То есть нам есть чем гордиться. У нас очень много побед и на международном уровне. А скажи, а ты в каком классе? В шестом. А вот одноклассница, как реагирует, что ты в таком модельном агентстве? Нормально, положительно. Наверное, постоянно какие-то советы спрашивают? Нет. Нет? Нет. Каждый сам своим. А вы постарше, да, девчонки? Какой класс? Ну, я десятый класс. И насчет подружек, они очень поддерживают меня. И действительно, они спрашивают, как правильно сфотографироваться, как позировать, как ходить. Это им очень интересно. Ну и последний вопрос. Девчонки, а вот так вот, если честно, куда бы хотели, чтобы вас пригласили? Вот вы поучаствовали в таком очень крутейшем чемпионате в столице нашей страны. Вот вы бы куда хотели попасть? Где бы хотели поучаствовать? Я хотела бы вообще попытаться стать моделью мирового уровня, добиться чего-то в жизни большего. А ты? Я хочу тоже добиться хорошего уровня и за границей участвовать в конкурсах. Например, как Европа, Париж. Подсказывают руководители. Мечта любой девчонки, да, в Париже. Спасибо вам большое, что, во-первых, пришли к нам в гости. Еще раз вас поздравляю, вам удача в такой нелегком, в таком нелегком деле. Это труд. Постоянно себя поддерживать, как она, саночка. Это же все нужно, чтобы было, вот действительно все. И приходите к нам еще. Спасибо огромное. Юные модели из города Нейномыски, вам хорошего дня. Спасибо огромное. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.